Доброе утро, мои дорогие! Вот такое сегодня утро, но всё-таки есть надежда, что разгуляется. Вон там где-то солнышко в облачках. А я жду Толика. Десять часов, мне надо быть у врача. Где он, голубь? Уже вот-вот время-то поджимает. Не он. Время уже без пятнадцати. Ну что, ночь прошла нормально. С утра уже успела тут покрасить. Кашпо своё. Как-то всё нормально. Сейчас посмотрим, что он мне скажет по моим анализам. Что посоветует. Ну, если что-то не очень, то... Сегодня он на красной машине. Если что, то в Мурманске пойду ещё к врачу. Ладно, я поехала. Вот он, этот яхонт. Яхонт в таком доме с башенкой. Ну что, Сергей Антонович порадовал. Я ему говорю, даже уходить от вас не хочется. Так приятно пообщаться с умным человеком, да ещё с таким юмором. Деревья цветут. Смотрит моё УЗИ и говорит, О, у вас и почки есть. Ой, не могу. Ой, красота какая. Вон они прям зацвели, зацвели. Деревья-то. Ну что, у меня там какой-то гепатоз печени. Ну, то есть это... Вот это вот, когда у печени клетки примыкают к друг другу плотно. А тут получается так... Листочки уже опадают. Получается так, что клетки друг от друга на расстоянии, а это всё дело заполнено жиром. Ожирение, короче говоря. Ну, если я толстая, так, конечно, и печень там ожирела. Что ж теперь? Куда деваться-то? Вот, ещё, значит... Почему у меня... Ой, сколько их уже нападало-то. Господи, только зацвели. Вот, межрёберная невралгия. Вы знаете, девчонки, он мне очень посоветовал купить аппликатор Кузнецова. Помните такую штуку? Вот он говорит, я пользуюсь 40 лет. Вот все эти остеохондрозы... Потому что, он говорит, в нашем возрасте уже вот эта мануальная терапия абсолютно ни к чему. Вот. А полежать вот так вот на этом аппликаторе Кузнецова полчасика, он говорит, вот сам, говорит, лечусь. Он в возрасте, он старше меня. Ой, а это другое, смотрите. Там была розовая серединка. А тут вот такие вот. Боже мой, какая красота! Чудо же, правда, девчонки? Ну, каждую весну вот это чудо. Чё, надо Толику звонить. Мне надо заехать купить краску водоэмульсионную. У меня, девочки, в сарае лежит чемодан. Вот. Хочу я его сделать. У меня есть два задокупаженных чемодана, но это я делала уже лет 11-12 назад. Давным-давно. Вот. Они мне уже не нравятся, но и переделывать я их не хочу. Вот. А один лежит неиспорченный. Ой, господи, какие лопусечки! Ну, прям, ну, не могу! Боже мой! Ну. Вот хочу задокупажить чемодан. А для чего он мне нужен, собственно говоря? я хочу туда игрушки складывать. Ну, вот эти ёлочные. То всё какие-то коробки, коробки. В основном я всё это вот держу, этих посылочных коробках, потому что много же их отправляю. И приходят мне посылки. Ну, вот как-то очень захотелось сделать прям чемодан. Он такой, округлой формы. Ой! Ой! Ой, смотрите! Какие! Так что, мои хорошие, сейчас позвоню Толику. Ну, что, он мне сказал, что уже, в общем, жёсткую диету можно оставить. Ну, ограничивать себя нужно. Очень сильно. Ну, говорит, ну, мотивацию себе найдите. Я ему смеюсь, говорю, что я голодная и злая. Нет, с ним так интересно разговаривать. Он там случай жизни тоже из своей. Всю жизнь, говорит, люблю жареную картошку с селёдкой. А теперь очень редко себе это позволяю. так, ну ладно. Вот иду, чё-то иду. Иду, иду. Вот он, яхонт, находится вот в том домике с башенкой. иду, 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 а чё, иду. Надо звонить Толе. или уж дойти до авто вокзала. Ой, мои хорошие, какую я краску купила интересную. Так. Вот, я не знаю, видно вам, нет? хамелеон. Хамелеон. Блин. Она то фиолетовая, то зелёная. Нет, камера так не передаёт. Сейчас я сразу попробую покрашу. Она прозрачная. Не знаю, как она на этом, на зеркальном будет. и купила водоэмульсионку фасадную. Вот. Вот сейчас разговаривали с Толиком. Вот, хотела узнать, девочки, у вас. Толику, как ветерану труда, платят 500 рублей в месяц. Вот, сколько в разных регионах платят ветеранам труда. Напишите мне, пожалуйста. Вот, прям интересно. Чё это за такая смешная доплата-то? 500 рублей. Ну, не знаю, прям смех курам. Вот, такое кашпо у меня получилось. ой, прям подвиг совершила, отмыла. Фартук на кухне. И хочу сделать свет. Девчонки, давно хочу, давно, но всё, руки не доходят. Надо сделать. тут вот и так на кухне темно. Надо хоть вот здесь под кухней сделать свет. Сейчас попробуем. Ну, вот, совсем другое дело. Так, что вот это за пятно? А, ничего вообще. На плитке что-то. Ой, молодец, Любовь Николаевна. Умничка! А, это отблеск на плитке. Господи, я думаю, что это такое. Ну, всё. Сделала. Сделала. Я купила вот эту клейкую ленту прозрачную в фикс-прессе. Ну, не знаю, будет держать, не будет. Посмотрим. Ну, она такая ядрёная. У меня вот здесь вот отошло от стены немножко. Я промахнулась, видите, расстояние. И не отодрать нифига, чтобы её туда к стенке-то приклеить. Ну, ладно, пусть так будет. всё хоть посветлее, а то тут не видно ни шиша. Вот так вот. Кто молодец? Я молодец. Сама, говорит, себя не похвалишь, никто не похвалит. вот такая вот в фикс-прессе продаётся. Она вот такая вот прозрачная. Моток, там метр, по-моему. Она прозрачная, такая толстенькая. Ой, но девчонке режется тяжело. Еле разрезала, прям тянется за ножницами. Ну, хорошая штука. Не оторвать. Приеду в Мурманск, обязательно себе куплю ещё такую. сегодня купила, ну, против москит, вот эту сетку сюда надо, на дверь. А у неё там гвоздики. Так вот, надо ещё купить такой ленты и приклеить на неё. И всё, и будет держаться. Никуда не денется. А я опять занялась. Коробочку делаю. Ну, вот как сделаю, потом вам покажу. что у меня получится. Пока сижу, обдумываю, как мне вот эту вот штуку от стиральной машинки, как сделать. Вот сижу, делаю, а сама думаю. Вот, хочу вам показать. Оказывается, эта краска лучше смотрится на тёмных поверхностях, вот которые хамелеон. вот видите. Вот тоже вот сижу и думаю. Вот эти бусины это кость или рог, что-то. Они привезены были, эти бусы, из Южной Америки очень давно, лет, наверное, тридцать назад. женщина ходила в море и привезла вот оттуда бусы такие. Ну, со временем они у неё просто валялись, были абсолютно ей не нужны, валялись, валялись, ну, и довалялись, что попали ко мне. они ручной работы. Девочки, каждая бусина вот вырезана, обработана, ручной работы, они такие грубоватые. Но мне не нравились, они чёрные, и потом многие бусины уже, они были покрашены в чёрный цвет, и местами поблизали. Я всё думала, чем их покрасить. Ну, почему-то чёрные мне не хотелось. Вот хочу с вами посоветоваться. Может, вот так покрасить и сделать украшение из них. Вот так вот крепятся одна на другую. Не знаю, или сделать через одну, может быть, чёрную краской покрасить. Ну, обшарпанные вот видите, да, вот по этой бусине прям обшарпанные. так что жду, девчонки, ваших советов, вашего мнения. Девчонки больше и больше расцветают. Видите? Там вокруг граната. Почему-то здесь они раньше всего расцветают. нет? А здесь вот кажется и солнышко больше, чем там. И дольше здесь солнце-то. Но здесь, видимо, больше ветра, наверное. И тут ещё вот только-только они там собираются. по-разному. Ну, я достала чемодана с сарая. Ну, он такой приличный в состоянии. Он уж не такой совсем старый, фибровый, знаете, такой. Это уже и ручка-то пластмассовая. Вот такой. И ключи-то от него есть. Вот, сходила, сейчас нашла в сарае валик. Давно я ими не пользовалась. Сейчас надо его отмыть. И завтра попробую приступить. Надо ещё салфетки достать, перерыть, какие подходящие. И буду докупажить чемодан. Ну, что же, теперь нам надо подклеить всё это дело. Сейчас я взяла гель момент универсальный секундный. так. Ой! Ну, вот и всё. 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 Да и руки уже, миленькие мои, не те. Так. Катушечку вот пополам разрезала. Вы знаете, между прочим, вот эти старые катушки, их ножом посередине начинаешь потихоньку давить, и они раскалываются, потому что они уже высохшие давно. Пуговка вот есть у меня металлическая. Ой, видно, наверное, да, ничего. Такая маленькая пуговка. И вот такие маленькие ножницы. Даже не знаю, как их клеить-то. Ладно, как лягут, так и лягут. Ну и всё, мои хорошие, осталось только покрасить. Немножко пустая. Так. 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 Ну что ж, и теперь сверху я попробую покрасить прозрачной краской изумрудной фламинго. Посмотрим, что получится. Обезжириваю коробочку и все равно краска временами почему-то слезла. Уже все равно ничего не переделаешь, уже будет как будет. Ну что, достала папку с салфетками новогодними. Так как я хочу чемодан сделать для новогодних игрушек. Так, это у меня, да, вот столько-только новогодних игрушек. Ну, новогодних салфеток. Только новогодних. Так, у меня еще две таких папки. Две с цветами, с разными. Кухни очень много, ну, всякое для кухни. Так, я хочу без всяких изысков сделать белый фон. И на белом фоне всякие новогодние Дед Морозы. Прочее, прочее, прочее. Вот, целая папка путешествий всяких стран и города. На нем, видите, свалены тут. Я уже давно не разбиралась с этим делом. Давно уже. Вот эту можно взять. Девочки Буч, который погиб, пёс наш, когда мы ехали в Крым. Вот был один в один. На лицо ужасное и доброе внутри. Когда был жив, я делала и бутылки шампанского. С его мордой вот такую. Ну, всякие подарки, упаковки делала. Дарила и говорила от Буча. Так, а это что-то беленькое. Вот. Так, что тут? Так, а это вот такие наклеечки. Ой, это вот это. Осталась у меня открытка. Ой, девчонки, я так люблю эту художницу скандинавскую. Вы, наверное, видели где-нибудь. Она часто бывает. Инга Лук, что ли, читается. Вот у нее такие открытки новогодние с бабками, с хулиганскими. То они на санках, то они там. У меня их было. Это я в Финляндии покупала несколько штук. Тоже делала девчонкам своим шампанское на Новый год с такими открытками. О, надо же. Осталась еще одна. Так, это у меня что? Циферблаты. 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 Ангелы. Ой, а вот это, девочки. А вот это я покупала рулон туалетной бумаги в Финляндии. С ангелочками. Оставила несколько тут. Ну, как-то вот они у меня никуда не пошли. Так. Ангелочки. Уже стоять устала. Что, целый день вот это вот. Сяду, что-нибудь поделаю, опять пошла куда-то. Так, вот это вот, значит, рисовая бумага. Ну, такие размытые картинки. Ну, ладно, я пока отложу. Посмотрю. Может, такие сделаю, не знаю. О! Кремль. Ну, нет, собор Василия Блаженного. Так. Ладно, сейчас. Так, это просто у меня тут картинки. Новогодние. Из журналов. Господи. Так, ну, я думаю, наверное, уже... Тоже вот из Финляндии привозила. Вот этих ангелов. Такие плотные. Ну, так тоже никуда не пошли. Чего там. А, ну, тут все, наверное, новогоднее. Да, тут тоже, тоже кухня. Господи. Климп. Поцелуй. Была она одно время очень модная. Я делала и часы настенные, и чего только нету. Так. Ой, господи. Так, ну, ладно. Я думаю, что вот этого мне хватит. Но это уже будет завтра. Ну что, вот такая коробочка у меня получилась. Я, конечно, думала, что будет лучше. Но у меня кое-где краска тут подвела. Вот видите, на краях. Ну ладно, будем считать, что это... Патина. Патина. Где она вылазит? Патина такая. Вот. Ну, ничего. 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 Коробочка. С кружавчиками. Такая вот. Ну, все. Слава Богу, на сегодня все вроде заканчиваю. Сейчас вот на закате схожу с вами, попрощаюсь. И до завтра. Вот все позже и позже закат. Вышло, как вот последний закат был, сколько прошло там. Два дня. А солнце-то еще вон высоко. Надо же. День все длиннее и длиннее. Ладно. Приду попозже. Короче говоря, прощаться буду с вами у костра. Надо мне спалить. У меня тут куча этой травы, веток каких-то. Ну, розы обрезала. Вот так что. Вон от чего учудила. Костер пионерский. А что, зажгла, теперь не отойти от него. Ну, ладно. Один закат пропущу. Попалась на глаза. Вот неугомонная, а. Господи. Еще столько палить надо. Вон собрать все еще надо. Сухое-то сгорело. Дождик же был так. Ладно, потом. Ой. Глаза дым. Ладно, может, еще пойду в закат успею. О! Успела. Садиться. Красиво. Вот так вот, девочки. Вот так вот целый день я. И кручусь, как белка в колесе. Успела. Успела. Ну, ладно. День заканчивается. Слава Богу. Много сегодня чего успела. Все хорошо. Настроение боевое. Я снова в строю. Всем поотвечала в WhatsApp. Девчонкам. Вот. Так что. Все нормально. Чего и вам желаю, мои золотые. Давайте. Хорошего вам вечера. Спокойной ночи. Не болейте. в теле. А то пишут. У одной, то, у другой это. У Тани давление. Ну, в общем, у кого чего. Прекращайте это дело. Ладно. Давайте, мои дорогие, я вас обнимаю, целую. Не болейте, не грустите. Все. Зашло солнышко. Пойду поужинаю И постараюсь угомониться Вот прям постараюсь А чего вот Как-то врач меня так настроил Что я прям все И зашевелилась, зашевелилась Оно, конечно, там То-то-то там болит Но настроение у меня Совсем другое Давайте, мои золотые До завтра Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok